Есть у нас Владимир Рыжанковский. Мы поговорим с ним о глобальных проблемах и главных темах международных рынков. Владимир, приветствую. Итак, сегодня саммит Европы, утверждение бюджета Европы на следующие 7 лет. Как вы думаете, это событие заслуживает вообще, в принципе, внимание? Или все смотрят чуть дальше, в понедельник, когда будет приниматься решение по Греции? Ну, я не думаю, что на самом деле сейчас ближайшие вот эти вот остатки года сейчас Европа может задавать тонн на рынках. Американцы ушли на день благодарения. Обама торжественно отпустил двух индеек. В итоге, в общем, рынки сегодня не торгуются. И тонн задает, в основном, конечно, не Европа, а Китай. Поэтому на Европу сегодня вообще мало кто смотрел. То есть вот эта вот цифра PMI по Китаю, которая вышла, она действительно настолько всех ошеломила. Понимаете, ведь предрекали западные экономисты, что Китаю потребуется от полугода до года для того, чтобы, по крайней мере, выйти на положительный прирост вот этого индекса деловой активности. А получилось, что регулятор, Народный банк Китая, фактически только в октябре и в конце сентября, по-моему, сделал несколько операций РИПО на рынке. Он, конечно, влил ликвидность, но это было путем РИПО. То есть лишних денег в системе не появилось, инфляция не увеличилась. И вы знаете, даже не нужно было никаких понижений ставок, никаких дополнительных мер стимулирования. И мы уже видим вот такой индикатор. На самом деле, что даже самый такой завзятый пессимист, который не любит Китай, он все равно, мне кажется, в этой ситуации вынужден признать, что на самом деле Китай сейчас задает тон. И дальнейшие индикаторы, они, пожалуй, даже более важны, которые будут выходить в Китае в ноябре и в начале декабря, нежели даже то, что произойдет в Штатах. Там очередные заседания участников Комитета по финансовым рынкам, наконец, бюджетно и прения по тому же фискальному обрыву. Как бы вот после таких цифр, на мой взгляд, это отходит куда-то все на второй план. Владимир, вот вопрос у меня такой. Сейчас, естественно, многие говорят, что динамика рынка будет зависеть во многом от разрешения фискального обрыва. Об этом говорил сегодня фактически, не сегодня, а во вторник на этой неделе и председатель ФРС Бен Бернанке. Вот как вы думаете, может ли в принципе быть какой-то сценарий, при котором эта проблема будет решена неположительно? Потому что, насколько я понимаю, все-таки консенсус такой, что конгрессмены в США договорятся и никаких эксцессов не возникнет. Вот ваше мнение, что может быть неожиданного, что может быть плохого, какие риски несет в себе эта проблема? Так, вы знаете, Тимофей, у нас очень плохая связь. Я вас слышу пилообразно, пытаюсь домыслить фразы, которые вы мне задаете. Но я понял, что вопрос по поводу фискального обрыва. Вы меня сразу извините, если я немножечко не близко к вашему вопросу отвечу. Просто по этой теме я могу сказать, что для рынков, с моей точки зрения, самый большой риск – это понижение суверенного рейтинга США, которое может произойти. Не забываем, что и Фич, и Мудис поставили суверенный рейтинг США на пересмотр с негативным прогнозом. Это не значит, что он будет понижен, но это значит, что с ним будут делаться какие-то дальнейшие действия. Это все очень серьезно. То есть здесь именно вопрос времени, он самый главный. Потому что до Нового года, конечно, можно массу извинений найти. Президент только что выбранный, формируется кабинет министров, палаты верхние и нижние также еще не сбалансированы. Но после Нового года уже никто больше этих извинений принимать не будет. После Нового года должен быть бюджет готов. И там два варианта. Либо они договариваются бипартизан, межпартийно, либо они не договариваются. И тогда вступает в силу, в общем-то, автосеквестирование. Что опять-таки неплохо с точки зрения рейтинговых агентств. Другое дело, если в Сенате найдется кто-то, кто выступит резко против автосеквестирования и скажет, что не бывает этому. И что мы будем в ручном режиме бюджет балансировать. Вот тогда подключатся рейтинговые агентства. И рынок, на мой взгляд, будет очень волатилен. Это худший сценарий. Владимир, а когда этот сценарий может реализоваться? Вот эти риски, когда они могут реализоваться? В течение какого срока? То есть это уже дело первого квартала следующего года? Или в этом году что-то может произойти нехорошее? Я боюсь, у нас Владимир покрылся квадратиками и пропал. Спасибо, Владимир. Это был Владимир Рыжанковский из компании Норд Капитал.